При езде по трассам Ленинского района инспекторам Госаднотехнадзора приходится смотреть не только на знаки и дорогу, но и опытным взглядом сканировать обочину. Вот и первый нарушитель. У придорожного ларька продавец заботливо расставил лотки, на которых помимо остальных товаров красуются бутылки с омывающей жидкостью. Паркуемся. Инспектор направляется к окошку. Здравствуйте. Не мешай, коварка. Благодаря таким рейдам на дорогах Ленинского района перестали незаконно торговать незамерзайкой с машин. А вот с прилавков по обочины торговля продолжается. Не сказали, уберем. Да. Вот это тоже надо убрать. Это соленый. Я понимаю, у вас прилавок, вы же это. Обожанство уберем. У вас нету на это документов. Уберем. Есть проблемы? К товару внутри павильона вопросов нет, но установка лотков вне торговой точки серьезное нарушение, о чем продавец оказывается и не подозревал. Извините, а что не знали, что вот так вот нельзя торговать? Нельзя. Я говорю, а первые годы откуда знаю? Нужно или нет? Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Несмотря на то, что продавец убирает товар с улицы, штрафа в 8 тысяч рублей предпринимателю не избежать. Ну, в ходе сегодняшнего рейда в сельском селении Молокова нами был выявлен самовольно установленный прилавок, приспособленный для торговли незамерзающей жидкостью и прочей продукцией. На момент осмотра документов на установление данного прилавка не оказалось, поэтому нами собственник был вызван в отдел для составления административных материалов. Следующая точка находится неподалеку. Поначалу хозяин ларька не понимает причину претензий сотрудников госаднотехнадзора. И в данном случае инспекторы терпеливо объясняют правила торговли, которые по логике продавец должен знать. А дальше традиционная процедура – составление предписаний. А как обычно люди охотно соглашаются на требования или все-таки иногда бывают какие-то проблемы? Бывает проблема, что неохотно соглашаются, но заставляем. То есть как? Силу применяете или как? Нет, силу закона. Действительно, если продавцы и дальше будут вести торговлю вопреки установленным правилам, их ждет уже дорога в суд и куда более жесткие санкции. Данные рейды проводятся регулярно с наступлением зимнего сезона. Также они будут проводиться и впредь нами, чтобы не допустить данного правонарушения. С наступлением зимнего сезона нами проводится рейд незамерзайка. Ну а также по установке прилавков, это ходит ежедневная наша надзорная деятельность. То есть проводится постоянно. Так что дождаться, когда инспекторы уедут и снова выставить бутылки на всеобщее обозрение – не самый лучший вариант. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.